Строительные работы, ямы и недействующие светофоры. Картина, которую можно наблюдать на перекрёстке Мира и Комсомольска. Рабочие ЮТЭК-покачи прокладывают новый кабель и контроллер. В этом месте будут работать трёхфазные регулировщики. Сейчас по всей стране так делается, перекрёстки работают таким образом. То есть трёхфазные, это что подразумевает? Одна фаза, значит, машины движутся в одну сторону. Вторая фаза, машины движутся по другой улице, в другую сторону. И третья фаза, все машины стоят, движутся пешеходы по всем направлениям. Ранее по госстандартам осуществлялось одновременное движение пешеходов и транспорта. По такой схеме ещё работают два перекрёстка в Покачах, где встречаются Таёжная и Мира, а также на пересечении Комсомольской и Молодёжной. При этом водитель при повороте направо или налево обязан уступить дорогу, идущему на свой зелёный пешеходу. Такие ситуации, как показывает статистика в целом по стране, зачастую небезопасны. Во избежание аварийности решено использовать трёхфазные светофоры. Благодаря новому программированию светофоров движение пешеходов и автомобилей не должно пересекаться. По идее, переходить проезжую часть можно как буквой «Г», так и по диагонали. Второй вариант ранее был невозможен, но насколько он безопасный? По правилам ПДД переходить проезжую часть можно только по зебре. Однако скоро, в течение 30 секунд, для машин будет гореть красный по всем направлениям. А это значит, пересечение дорог – свободная зона для пешеходов. Иди как хочешь, только успей до переключения сигнала. Как будет на деле, пока не ясно. Я вот сам на машине ездил постоянно и в Башкирию, и вновь куда ездил. Культура вождения у нас здесь хорошая, по крайней мере, уступает всегда пешеходам. Даже светофоры я не вижу смысла. Я помню, когда первые поставили светофоры, там на этом светофоре штуки три аварии, по-моему, было. Не знаю, наверное, в какой-то степени это удобно, в принципе, потому что ты идешь, и тебе не нужно ждать, время какое-то затрачивать, особенно если ты торопишься. А с другой стороны, для покачения, не знаю, насколько ли это актуально, у нас не такой большой поток машин. Если честно сказать, лучше надо было ставить кнопку. Ну, вот там возле этого, как его, молодежный центр, там тоже вот сколько раз останавливали машину, никого нету. Лучше ставить бы кнопку, подошел бы ребенок кто-нибудь, нажал кнопку, и все, сгорел бы с зеленым светом и прошел бы. Как обещают ВИТЭК-покачи, трехфазные светофоры на перекрестке возле горбольницы запустят уже в середине недели. Чуть позже по новому алгоритму заработают регулировщики и на пересечении Мира и Таежное. Тогда жители города, как пешеходы, так и водители смогут оценить нововведение. Ксения Абрамова, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.